После теста сабвуфера Alpine SBE1244BR мы решили проверить, на что способна его меньшая копия и взяли сабвуфер Alpine SBE1044BR. От старшей модели он отличается меньшим размером диффузора, всего 10 дюймов, но как и у старшей модели диффузор изготовлен из кевлара. Также уменьшились габариты корпуса, номинальная мощность упала до 150 ватт, а чувствительность понизилась до значения 87,1 дБ. Поэтому для теста мы взяли обычный среднестатистический автомобиль Skoda Super B 2008 года выпуска, в котором нет шумовиброизоляции из салона. Все тестируемые сабвуферы мы будем подключать к одному усилителю, это Grand Zero GZTA 1.800DX, на одних и тех же настройках будет все произведено. То есть максимальная мощность этого усилителя 800 ватт, на 4 ома это будет 350 ватт RMS. Для замеров мы будем использовать измерительные приборы Phonic PA-A3. Измерения будем проводить во всем частотном диапазоне с чувствительностью от 70 до 130 дБ. Но сабвуфер мы настроим на воспроизведение какой-то одной определенной частоты. Фильтр Low Pass мы выкручиваем на максимум, так как частотный срез будем делать на самом головном устройстве. Усилитель стоит в режиме Master, Level выставляем на половину, так как у нас сабвуферы новые, не разыгранные. В принципе мы будем на средних параметрах это все делать. Фазу оставляем на нуле, Bass Boost убираем в ноль. Фильтр Sapsonic оставляем на минимуме. В качестве головного устройства мы будем использовать обычную двухдинку Kenwood модели DDX-155. Все настройки сброшены на ноль. Частотный срез установлен на 80 Гц. Динамики все отключим. Замеры будем производить на одной громкости. Контрольный замер показал 114 дБ без заглушки и 111 дБ с заглушкой, что не намного меньше, чем у старшей модели. В общем такой сабв можно вполне порекомендовать, если в багажнике не так уж и много места. Поигравшись с бюджетными моделями сабвуферов Alpine, нам стало интересно, на что способны более дорогие модели серии SBG. И выбор пал на модель 12... Продолжение следует...